Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня мы с вами говорим о зависимости от чужого мнения и о зависимости вообще как таковой. Посмотрите мои видео, которые были чисто про зависимость. Сейчас я буду говорить про психологическую зависимость от какой-то пищи, от какого-то человека, от какого-то состояния и от каких-то, возможно, витаминов, от чего-то иного, что не является вами. Нужно для себя понять, что вы будете испытывать, если вы лишитесь какой-то зависимости на время. Вы будете испытывать тревогу, вы будете испытывать повышенный уровень стресса, вы будете испытывать желание что-то двигаться, делать, чтобы снять вот это состояние внутреннего дискомфорта. Что важно для себя понять и отметить для того, чтобы справиться? Во-первых, необходимо понимать, почему это возникло. Не всегда вы знаете точно. Возможно, ваш организм закрывает какую-то потребность. Например, потребность в сладком часто является незакрытым магнием, либо незакрытым белком у женщины. Если, например, у вас есть тяга к человеку, который вас бросил, зависимость от его мнения, зависимость от его, то, соответственно, вы закрываете свое какое-то состояние маленького ребенка, какое-то состояние маленькой женщины, мужчины маленького. Такое тоже, кстати, бывает. Понимаете, что у меня вот в консультации в последнем был мужчина, да, он достаточно обеспеченный такой, несколько у него там профессий, работ, но зависим от женщины, которая совершенно обычная и не какая-то там супер уж красавица. Это некое патологическое стремление быть любимым. Почему? Потому что, возможно, там проблемы были с матерью, возможно, там были проблемы трудные с отцом. Здесь мы не будем сейчас сдаваться в эти моменты, но мы с вами поймем, что для вас очень важно будет привести себя в порядок. Что я говорю о порядке? Во-первых, зависимость уходит тогда, когда вы полностью обеспечиваете организм всем необходимым. На последнем курсе мы говорили, что необходимо вашему организму, начиная от какой еды, чего вообще, каких витаминов, каких моментов не хватает именно вам. Это база. Далее мы работали с головой. Какие установки вам мешают, что вам мешает быть в моменте здесь и сейчас и принуждает вас вернуться к какому-то человеку, к какому-то состоянию. У кого-то это сигарета, у кого-то это рюмка, у кого-то это звонок матери, у кого-то это что это бы ни было, это его. Но это тоже очень хорошо терапевтируется. Как при помощи, да, при помощи, кстати, нутрицептиков и плюс при помощи, самое главное, я считаю, это мотивация. То есть у человека не получится худеть, бросить курить, пить, бросить там семью, которая, например, уже давно приносит только боль, выйти из этих отношений. Он не сможет. Почему? Потому что он не закрывает какие-то свои потребности. Их нужно закрывать мотивацией, плюс закрывать физиологические потребности. Если вам тревожно, мы будем проходить те моменты, которые вы можете спокойно использовать, для того, чтобы ваш стресс был менее серьезно выраженным. И еще, почему возникает любая зависимость? Часто это человек неполноценный, не скомпенсированный, либо который не знает себя, не хочет что-то делать и не понимает, для чего ему это нужно. И когда мотивационная карта хорошо проработана, человек понимает, почему он просыпается, почему он идет на новую работу, зависимость к прошлой профессии, от которой он не только удовольствие не получал, он просто получал какое-то времяпровождение. Она просто отпадает. И поэтому здесь важна и мотивация, и закрытие базы, и плюс, и, как я говорю, буфер. Буфер – это очень важно. Создать вокруг себя условия, которые будут поддерживать отказ от вашего любого зависимого поведения. Это я тоже, по-моему, снимала видеоролик про то, как помочь себе, если у вас случилась эта данная проблема, проблематика. С вами я, Алена. Встречаемся вечером в нашем закрытом клубе. И говорим, идем, точнее, по конкретным шагам, как вам помочь себе. До новых встреч!